Вот мы туда повыжимаем с позвоночника, да? Вот, смотри, как классно получается у тебя. Пожалуйста, до конца, да, как лучше. Вот, почему? Раз, два. Смотри, какие усилия хорошие. Я бы сказала, что сильно боишься, тебе до конца. Молодец. Этим не наблюдишь совершенно. А давай двумя направим. Раз, ближе. Потому что у Наташи есть что. Вот он практически готовый массаж в четыре руки. А мы еще работаем в шесть и в восемь минут, которые тоже практиковали. Смотри, смотри. Теперь ладно. Попеременно. Я специально наступаю тебе на ручку, только от позвоночника, не стой страниц. Подпишем. Подпишем. Отлично. Отлично. Не страшно? Ну, не страшно. Отлично. Может, теперь двое немножко поразминаю? Ставим здесь пальчиками. Каждый пальчиками медленно. Я думаю, что ведь она хочет ее разминать. Медленно подвигаемся. Подвигаемся. Давай вот так. Раз, да, вниз. Еще. Ну, это сложная техника. Это применение исполнительного массажа. А, отлично. Я уже забыл, Юля-то раньше делала, да? Да. Раз, два. Смотрю, у тебя руки правильно ложатся. Хорошо, поставлено, да. Тоже тогда у тебя получится? Что же это такое? Ну, вот ей кажется, что она может навредить. Честно говоря, я не знаю, как такой массаж может навредить. Да, вот небольшой нюанс. По поводу навредить, вы не представляете. Везде там, как бы, когда приходите в другую школу, сразу он дает такой список целый. Во-первых, он не делает, как это называется? Блесни, как он не садил. Да. Те случаи, когда не садил этот массаж. Но по факту, принести пользу человеку гораздо проще, чем ему навредить. Конечно. Навредить иногда еще надо постараться. Я даже, у меня даже в голове иногда выкладывается, что же я такое могу сделать, чтобы навредить. Я уже и такое... Ну, при злокачественных заболеваний, при злокачественной раке, наверняка, не да. Ну, конечно, да. Это надо просто понимать, что, да, если там у человека какая-то явная травма или ожог, там, ну, просто в этих местах не надо делать. То есть все познается логически, не надо для этого какие-то институты заканчивать. Вы сразу видите, да, если там, ну, рак у человека, можно спросить, он вас сам об этом предупредит. Все остальные случаи, наоборот, можно. Можно делать. Где взять клиентов, я вам уже рассказал, на пляже, у меня это просто получилось. Есть такая поговорка у Олега Аллафа Гудвина, что, если рядом с вами есть человек, и у него есть спина и шея, то у вас потенциально уже есть клиенты. Понимаете? Потенциально они все, ваши клиенты, просто они об этом еще не знают. Так надо до этого об этом помстить. Понимаете? Если вы молчите и делаете со своим родственникам что-то, значит, вы что-то либо не договариваете, либо не объясняете, что тем, что условно, тогда хорошо. Это всего лишь маркетинговые ходы, которые мы тоже подаем, и у нас на эту тему будет у меня вебинар, даже как вообще разговаривать с клиентами, как их вообще больше получать, как их приучить и привлекать к себе. Понимаете? Нету ни одного маркетингового способа неправильного. Кто такой, визитки не действуют, они не работают. Кто-то говорит, там, сайт, мы открываем, не кладем, у него деньги, а это там потерянные мои деньги. И так далее. Вот многие на это можно как бы останавливаться. Попробовали, что-то не получилось, и останавливаются. Фактически надо все тестировать, поменять текст, изменить форму подачи, изменить какие-то там профессиональные шаги, изменить слова, изменить какую-то там эмоциональную нагрузку, понимаете? И тогда оно бы сработало. Обязательно. Люди боятся. Люди боятся сделать следующий шаг. Пришли, ой, он это больно сделал, и все, они боятся этих терапевтов, лет, наверное, 6 или там 12, к нему не ходят. Слушай, один раз чуть-чуть, он был больным. Фактически надо сделать следующий шаг. Прейти и скажешь, что он исправит. Если шли по его новой стороне, значит, пойдем в другую сторону. Понимаете, это же все механизм, все решается. Нету нерешаемых вопросов, нету нерешаемого того, что вы не можете найти клиента. Они всегда есть. Я вам приведу пример с пляжем, да? Конечно, не пишу все сразу, мои приятные места, в процессе разговора уже, понимаете, они застыли за что-то, они потом стали бояться. Значит, вам надо правильные принципы. Ты должна чего-то делать, и ты не будешь его бояться. Научим. Я согласен, да? Ну и так далее. Нету нерешаемых вопросов. Вытягиваешься. Вытягиваешься. Слядышки. Когда ты почувствуешь, что оно расслаблено, тогда ты можешь делать определенную коллекцию. Здесь ты тоже становишься. Становишься неедленный, ты его чувствуешь. Видите, всем телом дает, даже на человека. При этом безопасно и без болезни все такое же-состочное. Многие думают, а как ты будешь человеком, который два раза выше меня, толще меня и так далее. Там все можно делать. Все страхи решаемые. Пожалуйста, ты чувствуешь, что я встала. Я убеденную. Сижу спокойно, свободно, и слабо. Мое тело, ее тело. Я вошла на него. Я слабилась. Вот, я на ней. Я не просто на ней. Ты чувствуешь, да, разницу, где напряженная рука, а где вот как бы рука, которая в тебе. Она не то, что мягкая. Она с тобой одноценно. Обойди на нее так вот, как вот мягко. Вот спиди всем телом. Видите, упор, пятки. Ноги, пальцы. То же самое, как восточники, единоборственники. Все те же самые правила. Может кто-то это уже где-то слышал и видел, но не знал, как это применяется в данном комплектном случае. Тяжесть, тяжесть тела своего тела. Все, медленно, доушно. Вот так вот просто на практике он приобретается на руки. Вдох, Наташа. Ну, ну, да, да. Сколько еще по времени надо искать? Вдох. В принципе, мы уже заканчиваем. У нас вот время 9. Спасибо. Ну, вот еще минут 20-30 мы заканчиваем. То же самое. То есть вот как ты чувствуешь, начинаешь тело, что оно никуда не денется. Ну, нормально, ну, сухонно. Оно хочет. В общем, так же? Да, похоже. Ты боишься очень. Не надо бояться. Ты даже наслиться с телом. И мы все, кто будет делать коррекцию, утрой ли кажется легко, вот эта вот шея, она ваша, она такая же, как ваша рука. Вдох. И выдох. Против. Против. И вот идешь туда, по внутрь. Совсем. И вот, когда ты будешь ощущать его, да, хорошо, знаете, в тайских, да, процедурах, в стяжках, ты с ним не будешь бояться. Для этого уже практика. Чем раньше начнешь, тем быстрее будешь. А остальное, вот, учитель, техника, техника, легкое, движение. И все. В определенных направлениях. Ничего сложного. Ничего. Главное делать. И понимать, что ты делаешь точно так, как тебя учат. У тебя все хорошо получается. У тебя хорошо получается делать так, как тебе говорят. А это самое главное. Повторить. Я не буду говорить про свои истории. Когда я еще курсы не закончила, и ко мне принесли с турника с нижними конечностями парализованного, мужчину, который упал. Я на него смотрела и думала, ну блин, пока в больницу довезут, там уже будет инвалид. Потому что отек, отечность такая будет, что все, как всегда, вытяжки, уколы, авокады. И я сказала, я знаю, во мне есть знания моих преподавателей. Очень хороших. Которые писали книгу Штили, Белая, профессора Белая, Виталия. Преподаватели наших профессоров. И вот я сделала так, как меня учили. Точно так. После этого он устал. Ну, конечно, боялся, я постепенно посадила. Давайте вставать, так у меня сплясал матроский танец и смочительный упал рядом, потому что он уже падает. Это была такая вот практика, очень серьезная. Вот это вот, она немножечко расслабилась. Все, мне нужно, все помыть, расслабиться и знать. Только практика. А преподаватели не есть для того, чтобы рассказать, как расслабить шею, как ее расслабить. Вы сами ее будете расслаблять, вас будет очень так же расслабить. Ну, пожалуйста, вытяжка идет и поворот туда-пуда. Понимаете? Кто-нибудь хочет прямо сейчас попробовать вот такой поворот шеи сделать? Ничего сложного. Вот. Работал? Вот, два пальчика. Сюда, туда. Никогда не делал, да? Два. Понятно? Нет. Или к тебе. Ты будешь чувствовать, вот за их рука. Кто хочет довериться, вот с девушкой скептически относятся. Скептику? Мы работаем со скептиками. Чем больше у вас надоверия, тем больше мы можем с вами работать. Есть надоверие? Давайте с вами давай. Она уносит все, уберет. У тебя все хорошо получается. Я знаю, что ты не жена. Входя закончили, откус у нас уже просто давай. Тело даже не структует. У нас уже не структует. У нас уже не структует. Может быть, у нас уже структует. В силу я, в общем, это раз сильный. Смотрите, тебе самое главное. Тебе самое главное доверие. Это кое-какам человеку. Там у меня есть видеоролик, когда я... Кому-то только научился, раздоверил с вашей шею, но как-то не потунул. Вообще, я был счастлив. Все было нормально. Ты сможешь доверить? Я не уверен. Это те, которые... Уже поздно. Я думаю, он может. У вас чувство, есть доверие в кого-то нет? Вообще, вообще, нет. Это вообще... Это не мужчина. Я не мужчина. Я работаю женской планеты. Знаешь, как это, сколько вы делаете, значит, ничего. Потому что я... Да, 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 да. У меня... Да, да, да. У меня сейчас массирует. Ну, может быть, это очень пультипно. Ну, нет. У меня сглопов просто... Даже много нет. Лучше. У меня ловили. Что-то, да. Ну, так там, может, все статуско. Так, вот, теперь самостоятельно. Так, вот, с другой рукой старайся поменять. Я все право планирую. Я все право планирую. Я все право планирую. То есть, насколько она... Мы не будем чувствовать себя, никаких резких движений не будем делать. То есть, просто почувствовать, делать, у меня есть том, который, знаешь, так, и не понимает. Почему? Потому что, когда все уже не зарасывало, все спросило, и я о том, что оно изначально неправильно... Ну, не могу, да. То есть, тогда смотри вверх. В космосе. Причай информацию с космоса. Тебе в данном случае мозги нужны знания, а сейчас не нужны. Если она полностью расслабилась, значит, что она чувствует... Я думаю, не только вы. Мы тоже уже это не чувствуем. Положи вот эту лбу под дворой, да? Дай, как же вы у тебя? Можешь. Не, не расслабь, не расслабь. Поставь тут чашу, как будто вот стой. Еще раз, чтобы вот эта дарственная чаша, с какой-то драгоценностью это есть. А ты же положи туда под дворой, как соль. Не говорю. Самая главная драгоценность для нас это что? Она ведет руку, да, сейчас, да? Ну, вот видишь, поэтам она тебе доверяет. Если бы ты так, если бы ты пока дыбку дал, конечно, это будет другой способ, не правильно. Сейчас будет полностью, она тебе доверяет. В другую руку положил вот череп, вот так вот, да. Как ты, видишь, мы создали такую чашу. Мы создали такую чашу, ну, из своих рук, да, которая покоится сейчас в ее череп. Да, просто проверяй ее подвижность. Что? Подвижность. Да, просто проверяй подвижность. Ничего тут сейчас не надо специально критического делать. Вот видишь, чтобы поставить на наш катлан, тебе нужно всего лишь тоже поставить сего. Так, ты их расслабил. Боюсь, нормально. А сей, положи свою руку в мою руку теперь. Да, я ничего не делаю. Мою руку даю. Просто натанцую. Давай, приседайся. Хорошо, да, не натрашно. Вот, видишь, случилось? Я самую больную, потому что клан. Видите, это вполне доступно. Это нам будет кажется, что встроить все это странно. Это семейная, она где-то, наверное, на дорожке. Это кажется, что в этих фильмах вы насмотрелись, а у вас подсознательно, у вас больше вот этого, там, не веря в себя, да? Да, подбородок, вверх, на себя. Ничего резко не надо, ничего резко не называется. Просто проверяй. Ты не смогу же полностью рассказать, как мне делать. Я тебе просто, ну, поняйся, чуть-чуть не буду. Давай, смотри вверх. Давай, давай. Мы даже видим, что мы делаем. Вот, ну, это не резко, а в любом случае резко. А они, смотри, не довели, что ты делал. Потому что после этого понимали. Ну, не нажимали, не нажимали ничего. Ну, в принципе, вы нас из-за битвы, да? Не больно, вот видишь? Да. И не больно, да? Вообще не больно, да? Ну, не больно.